Грандиозный мотопробег с субботним праздничным утром украсил улицы Подольска. Мотоциклисты стартовали с юбилейной площади, проехали через весь город и финишировали в парке Тололихина. 234-й день города Подольска начался под рев мотора. Мотофестиваль в парке Тололихина как подарок городу 3 октября преподнесли участники общественного движения «Вольница». Огромное количество детей у нас совершенно бесхозно. Например, в том же самом районе Кузнечики у нас 12 тысяч детей, практически нету никакой организации, которая их поднимает. Поэтому мы на основе мото-клуба нашего сообщества постепенно начали собирать друзей. К нам присоединились мотоциклисты с разных городов, с Москвы, с Климовска, Подольские собрались, присоединились квадроциклисты. Все люди, которым это интересно, которым интересно не сидеть ровно на заднице, а что-то делать, что-то делать для города, для людей, для ребят. У нас уже прошло за это лето очень много мероприятий. То есть в среднем каждые две недели у нас что-то происходит. Но вот если самые яркие брать, это Новый год, который мы на кроссовой трассе в Кузнечиках делали. Это Масленица. У нас недавно был благотворительный концерт в помощь детям Новороссии. Мы собрали там грузовик гуманитарной помощи, которая была отправлена. С детскими домами работаем, там детишек катаем. Вот сейчас в следующие выходные поедем в Козельск, там вот детский дом-интернат. Тоже показать, что, ну не только по телевизору, чтобы ребята могли руками пощупать, попробовать. Это же для них радость. Мотовыставка действительно радует зрителей. На небольшом участке разместилось около 40 разнообразных транспортных средств. Мотоциклов, на самом деле, могу сказать, что мотоциклов здесь очень много разных. Потому что это как девушка, каждый выбирает по своему вкусу, по темпераменту. Потому что даже у каждого мотоцикла свой темперамент. Мотоцикл – это как белый лист. Человек взял его и потом начинает его тюнинговать. Но это в автомобильном мире тюнингация называется, а в мотоциклетном – это кастомайзерство. Ну и начинают там ребята какие-то, ну что-то там прикрутить просто – это колхоз. Ну а есть такие компании, которые на самом деле очень грамотно к этому подходят. И вот ребята, покупая мотоцикл, начинают его что-то это сделать. Там глушитель, выхлоп, железочку какую-нибудь красивую привернуть, туда наклеечку, то-то, то-то. И вот если вы посмотрите, ни одного одинакового мотоцикла вы не найдете. Хотя есть, допустим, вы подойдете, вот «Хонда Стит» стоит одной марки, «Шестисотка», вот там еще «Хонда Стит». Они выходят, допустим, из завода, вышли и все, только как человеку купил, он его полностью переделал под себя. То бишь ни одного мотоцикла, похоже, вы здесь не найдете, хотя вот они стоят в одной линейке. Мотоцикл – это не просто средство передвижения, это жизнь, это он твой друг, брат. И не секрет, что настоящие мотоциклисты мотоциклы любят больше жен. Мотоклуб – это основа движения «Вольница». Он-то и привлекает большое количество участников. Общественное движение позволяет мотоциклистам делиться знаниями, находить что-то новое для себя и получать товарищескую поддержку от других участников в трудных ситуациях. Делали такое, на самом деле, новое движение, не просто мотоциклуб, а региональное общественное движение. Чем оно отличается от мотоциклуба? Значит, к нам вхожи и скутеристы, и мотоциклисты, и автомобилисты, и квадроциклисты. Очень много единомышленников, просто мотоциклистов, ну и решили объединиться. Почему объединиться? Потому что, ну, собственно говоря, когда у нас компания собирается, нам гораздо проще выживать в этом мире. Мы друг другу помогаем, идем по жизни вместе. Даже расстояние не препятствует участникам движения. Из Троицка приехал владелец самого необычного экспоната мото-выставки, собранного из разбитого автомобиля. Задумка была лет 10 назад, просто был нарисован эскиз, но не было возможности воплотить в жизнь. Как бы, и вот, постепенно, лет 5 назад начали появляться детали, приобрели разбитый автомобиль у приятеля за недорого совсем. Ну и, не отступая ни на шаг от эскиза, от рисунка, все и придумывалось. Так как особо финансами не располагаем, чтобы в тюнинг-отелье это все заказывать, поэтому, когда пришлось пластик делать, пришлось месяц поторчать в интернете, чтобы найти материалы. В ютубе некоторые люди скидывают добрые. Ну, все получилось, что мы устроили 4,5 года. По факту обучения и воспроизведения. Все сами делали? Да, от начала до конца, кроме двигателя. Двигатель от автомобиля Тойота. Мотофестиваль – отличное начало празднования Дня города. Как взрослые, так и дети с радостью садились за руль мотоциклов. А что больше всего понравилось? Мотоцикл. Покататься бы хотела? Да. Давай, а тебе? А мне тоже покататься. Что хотите, что ожидаете? Ну, ожидаем конкурсы какие-нибудь, что кататься хотим, конечно. Может, какой-то будет трюки на мотоциклах, парад. Всех, кто хотел почувствовать скорость и повысить содержание априналина в крови, катали на мотоциклах. Ощущения невероятные. Для мотоциклиста на дороге важно держать свои эмоции в себе. Контроль ситуации и концентрация превыше всего. Не стоит забывать, что мотоцикл – это средство передвижения повышенной опасности. Его водителю следует оценивать дорожную ситуацию на несколько шагов вперед. Опытные мотоциклисты поделились основными правилами безопасности. На дороге вообще никто не застракован. Но в основном, конечно, в ДТП попадают молодые пилоты, не обладающие опытом, еще знаниями мотоцикла. Тем более, сейчас техника вообще мощная очень пошла. И все считают, что чем... Ну, если я могу купить мощный мотоцикл, значит, все, я могу им управлять. У байкеров нескольких законов. Вот перед выездом из дома ты должен быть знать. И каждую секунду тебе говоришь, что кругом враги. Тебя все хотят сбить. То есть ты ситуацию должен просчитывать метров на 50 вперед. Это первое. Второе, конечно, это междуряди. То есть ты всегда готов, что кто-то захочет что-то выкинуть, с машины открыть дверь. То есть эти ситуации надо проигрывать заранее. Ездить нужно с головой. Был случай, что человек выехал по началу сезона. Асфальт холодный, сцепление с резиной плохое. Тоже не просчитал ситуацию. И тоже случайность. У людей стояла машина под горкой, вдруг сама покатилась. И резко вышло перед ним, ему деваться некуда. Он на большом ходу вошел прямо в эту машину. К сожалению, мы нашего брата потеряли. 18 сентября прошел день памяти всех погибших мотоциклистов. Участники движения «Вольница» помнят всех своих погибших товарищей. У каждого есть какие-то свои, грубо говоря, интересы. Кто-то любит гайки крутить, кто-то скорость, кто-то покататься на мотоциклах, кто-то на машинах. То есть «Вольница» просто объединяет этих людей. Кто-то любит пострелять, кто-то побегать. В связи с тем, что организации разносторонние, каждому находятся занятия. Я говорю, что «Тир» – это было просто спонтанное решение. Люди собрались. Нам интересно одним луки, другим арбалеты, третьим оптическое оружие, четвертым пейнтбол. На самом деле пострелять просто, вы видите, очень интересно для всех. Мотоциклисты – это еще не весь состав общественного движения. Участники фестиваля организовали огромное количество конкурсов и развлекательных мероприятий. Самым необычным мероприятием, которое устроили участники движения, наверное, стоит назвать стрельбу из лука. Даже хрупкие девушки попробовали пострелять. Очень нравится, очень устала рука, очень сложно попасть, ветер дует, да здорово. Военно-патриотические конкурсы развернулись совсем рядом с мотовысками. Мальчишки тренировались разбирать и собирать автомат, а мужчины вспоминали, чему их учили в армии. Молодежь обучается обращаться с оружием, чтобы когда в армию пришли, могли защищать родину достойную, а не так там, не с лопатой или еще с граблями. Другой вид оружия – копья, топоры и мечи – демонстрировались рядом. Совсем недавно вольница пополнилась реконструкторами. На фестиваль привезли амуницию древних воинов, и каждый желающий мог сделать памятное фото. Нет, нет, ну что это ты взял-то? Вот возьми, потом круги, все, зло, слюди пошли, давай. Битва за 100 тысяч развернулась рядом с верандой, где проходил концерт. Счастливчику, которому удастся проехать на машине с противоугонной системой доворот парка, организаторы конкурса вручат суперприз. К сожалению, это оказалось совсем непросто. А в чем секрет? Ну что такое? Я сюда шла на тысячу или кровати. В данном случае установлено устройство, которое имеет размер ползажигалки крики. И в принципе оно противодействует угону. То есть не зная, допустим, кода, да, можно нажимать куда угодно, автомобиль не поедет. За целый день на автомобиль никто из зрителей так и не проехал. Но расстраиваться даже и не думали. Организаторы угощали всех мороженым. Погода радовала глаз. Дети участвовали в различных конкурсах, а на сцене выступали рок-группы и танцевальные коллективы. Будем стараться и работать для вас, радовать вас дальше. Ждем города Подольск!